Здравствуйте! Это новости на телеканале Хабар. В студии работает Салтанат Тугельбаева. Завтра в Астане пройдет 28-е заседание Совета иностранных инвесторов при президенте Республики Казахстан, главной темой которого станет развитие агробизнеса. Руководители крупных международных компаний уже съезжаются в столицу. Сегодня в Ахурде Нурсултан Зарбаев провел целый ряд встреч с членами Совета. Так на переговорах с главным исполнительным директором Сити Групп Джеймсом Коузом обсуждались ключевые планы нашей республики, включая реализацию пяти институциональных реформ. Ваше участие в Совете иностранных инвесторов для нас очень большое событие. И сотрудничество с вами это то, что мы хотим. Я думаю, ваш визит даст возможность вам познакомиться с Казахстаном, с нашей столицей. Я думаю, здесь у нас есть потенциал для более широкого участия группы в Казахстане. Хочу отметить очень активную работу в Сити Групп в Казахстане. Мы сейчас работаем над совершенствованием законодательства для ведения бизнеса в стране. И опыт вашей группы и помощь в совершенствовании законодательства будет очень важна. Перспективы развития уранодобывающей отрасли в Казахстане, а также укрепление сотрудничества с Казатом Промом глава государства обсудил сегодня с главным управляющим директором и президентом канадской горнородной компании Камико Тимом Гетцелем. А вопросы развития индустрии в нашей стране стали главными навстречу Нурсултану Зарбаева с главным исполнителем директора Глинкор Интернешнл Айваном Глезенбергом. Завтра будем обсуждать вопросы аграрно. Может быть вы выскажите предложение, как дальше нам работать. Работа Казцинка, долгодобывающая компания. Несмотря на то, что цены, конечно, нас удовлетворяют, но в целом мы должны быть довольны. Закрепить персональную ответственность чиновников за использованные в его ведомстве бюджетные деньги. Причем сделать это на законодательном уровне предлагают мажоресмены. В эти минуты в парламенте продолжается пленарное заседание Нижней палаты и, по-видимому, там кипят нешуточные страсти. Зал поделился на два лагеря. Депутаты буквально ополчились над докладчиков. Наш парламентский обозреватель Назам Тенельбаева слушает доводы сторон. Сегодняшнее заседание в Мажелисе было достаточно длительным. Порядка четырех часов. 11 законопроектов, шквал эмоций, были и нарекания. В ходе обсуждения расходов республиканского бюджета за прошлый год спикер Мажелиса раскритиковал работу кабинета министров. По его мнению, некоторые главы ведомств не исполняют свои прямые обязанности. А здесь года в год один и тот же вопрос. Ну и можно же, наверное, навести порядок. Нельзя так подходить. Некоторых надо спрашивать, наверное, министрам. Некоторых национальной компании надо спрашивать. Такие суммы денег на сегодняшний день. Нельзя, наверное, так подходить к своим обязанностям. Подсчитывая государственные деньги, министр финансов Бахат Султанов отметил, что в прошлом году неосвоенными остались 32 миллиарда тенге. Толя доходов бюджета к внутреннему валому продукту за последние три года имеет тенденцию к снижению, что говорит о недостаточно эффективном налоговом и таможенном администрировании. В этой связи заместитель премьер-министра Бахат Жан Сагентаев отметил о необходимости наказывать тех, кто допустил просчеты. Глава счетного комитета тем временем считает, наказание заслуживает скорее не те, кто потратил, а кто неправильно спланировал бюджет. Возмущение чаще всего озвучивали и депутаты. К примеру, Мухтар Тенекеев высказал недовольство в том, что сотрудники фонда Самрук Казана незаслуженно получают зарплату в полтора миллиона. И даже отметил, что сам готов найти специалистов за меньшие деньги. Сразу 34 выпускника одной школы имени Бауржана Мамушула Махта-Аральского района Южно-Казахстанской области подтвердили право на знак Алтенбельга по результатам ЕНТ. Это учебное заведение уже не первый год держится в лидерах по сдаче тестов. Управление образования отметили, все дело в кадрах. Там работают одни из лучших педагогов области. В этом году школу-гимназию окончили 74 выпускника. В этой школе, как и во многих других, есть новые технологии. Но отличные показатели на тестах – это больше заслуга преподавателей. У них своя методика подготовки к ЕНТ. Они часто обмениваются опытом с коллегами. К слову, отличились в Махта-Аральском районе и те, кто не был уверен в своих знаниях. В сельской школе номер 4 вместо 11-классницы на ЕНТ пытался пройти парень. Подставное лицо сразу обнаружили проверяющие результаты тестов аннулирования. Нарушения были зафиксированы и в соседнем районе Сара-Агашском. Там ученик пронес телефон в аудиторию. Правда, воспользоваться им не успел. Теперь сдать ЕНТ молодой человек сможет только в следующем году. В этом году 340 октябинских отличников претендуют на медаль Алтенбельга и должны будут подтвердить свои знания. Причем 13 ребят также из одной школы. Это воспитанники казахско-турецкого лицея в Актюбе. Ежегодно его выпускники показывают самые высокие результаты. Здесь основной упор делают на точной науке. В числе потенциальных отличников – Ислам Мухаммед Рахим. Неоднократный победитель областных и республиканских олимпиад. Юноша сдает ЕНТ сегодня. Ислам отмечтает стать высококлассным инженером и трудиться на благо своей родины. Он уверен в своих знаниях и экзамена не боится. Немного, если честно, есть волнения, но мы, в принципе, шли к этому целый год. Систематически готовились, учителя нас готовили, также морально нас подготавливали. Но всю подготовку оцениваю хорошо. Думаю, наберу все 125 баллов. Я хочу поступить на Зарбаев университет в Астане. И у меня планы на будущее – стать инженером в области строительства. В этом году очень хорошая, приятная поддержка со стороны Министерства образования. У нас в этом году дополнительно прибавили три пункта ЕНТ. И поэтому практически в этом году во всех районных центрах у нас уже функционируют свои пункты. Это значит, что они не будут приезжать в город или ехать в другой район. Поэтому это очень хорошо, это комфортно для детей. В Аксюринской области единое национальное тестирование будут сдавать порядка 5000 человек. Это 77% от общего числа выпускников. Три пункта по сдаче ЕНТ откроются в самом областном центре. Еще 12 будут работать в районах. К шести годам тюрьмы приговорили в США нашего соотечественника Диаса Кадырбаева. Напомню, он пытался скрыть улики, указывающие на причастность Джохара Царнаева к бостонскому теракту. Тогда пострадали 260 человек и трое погибли. Стоит отметить, что казахстанцу грозило 25 лет тюрьмы. Однако Диас согласился сотрудничать со следствием, что позволило получить менее строгое наказание. Установлено, что Кадырбаев и другой наш соотечественник Азамат Тажаяков после того, как увидели в выпуске новостей фотографии Джохара Царнаева и его брата Тамерлана избавились от принадлежавших им рюкзакам с пиротехникой и ноутбука. Это существенно затруднило расследование теракта. Обвинение просило для Диаса 7 лет тюрьмы и штрафов в 125 тысяч долларов. Однако его родители заявили, что не могут выплатить такую сумму. В суде сам молодой человек вину признал и попросил прощения, но во время оглашения приговора был спокоен. Диасу Хадырбаеву предстоит отсидеть меньше 4 лет, поскольку он уже находится в заключении 2 года и 2 месяца, и этот срок ему будет зачтен. Известно, что после окончания срока юношу депортируют домой в Казахстан. Судьба же Азамата Тажаякова еще не решена. Ожидается, что суд по делу второго казахстанца состоится в пятницу. Для него обвинение просит 4 лет лишения свободы. Однако, в отличие от Диаса, Азамат свою вину полностью отрицает. Пять новых случаев заражения коронавируса ближневосточного респираторного синдрома Мерс подтверждены в Южной Корее. По словам врачей, люди заразились после контакта с первым заболевшим в стране. Общее число зараженных на полуострове составляет 30 человек, фатальных исходов 2. В связи с угрозой начала полноценной эпидемии коронавируса Мерса в Южной Корее закрылись более 200 детсадов, школ и вузов. Всемирная организация здравоохранения приняла решение о направлении в страну группы быстрого реагирования, которая должна помочь местным властям в борьбе с угрозой начала эпидемии. Стоит отметить, что на сегодняшний день вакцин против этого вируса не существует. Обильные ливни вызвали наводнение в Чили. О жертвах пока не сообщается. Большинство домов в городе Темуко повреждены. Улицы затоплены, часть автомобилей осталась на дороге. И горожане вынуждены пробираться по большой воде, вплавили на лодках. Власти объявили желтый уровень опасности и привели чрезвычайные службы в режим повышенной готовности. Мы вводим желтый уровень опасности по всему региону Араукания. Местные власти и чрезвычайные службы должны быть готовыми к любой ситуации. Она может измениться в течение нескольких часов. На некоторых водоемах Алматинской области еще не снят запрет на рыбную ловлю, связанный с нерестом. Однако на реке Или в районе Прибалхашья десятки людей не только открыто занимаются браконьерством, но и становятся виновниками степных пожаров. Такие факты были выявлены во время вертолетного патрулирования сотрудниками природоохранной прокуратуры региона. Вместе с ними в воздушный рейд отправился и наш корреспондент Асхар Сергалиев. Природоохранные структуры регулярно отправляют в прокуратуру отчеты о проделанной работе. Однако дистанционный мониторинг не всегда отражает реальную картину. Поэтому представители назорного органа отправляются в воздушный патруль, чтобы все увидеть своими глазами. В районе Прибалхашья самые рыбные места на Или. Буквально на днях здесь была задержана грузовая фура с невиданным прежде браконьерским ловом. Изъято 20 тонн не успевшей отнереститься рыбы. Во время нереста на реке не должно быть ни одной лодки. Но в этот раз браконьеры встречаются буквально на каждом шагу. Такое ощущение, будто наблюдаешь за соревнованиями по рыбной ловле. Опустившись ниже, замечаем браконьерскую сеть. И пока совершаем десантирование, один из подозреваемых успевает скрыться на моторной лодке. Найти беглеца по номерам машины не составит труда, но этим уже займутся сотрудники местной полиции. А мы отправляемся дальше. И вскоре на горизонте замечаем степной пожар. Опять человеческий фактор. Но сейчас разбираться некогда. Нужно принимать экстренные меры. Мы передаем полную информацию. Площадь пожара, интенсивность, какая существует угроза. Кроме браконьеров, на реке много туристов с удочками. Хотя во время нереста и этот способ рыбной ловли категорически запрещен. Однако штрафы, похоже, никого не пугают. Даже самые внушительные. Внесено и судом осмотрено одно исковое заявление, по которому удовлетворено иск на сумму 32 миллиона в тенге. С начала года в Алматинской области выявлено 124 нарушения природоохранного законодательства. К административной ответственности привлечено 55 человек. А вот к уголовной всего двое. Оскар Сергалиев, Кенжи Амраев из Алматинской области. Более трех тысяч осетровых вернулись в Каспий. Их буквально высвободили из сетей браконьеров, покраничники КНБ совместно с российскими коллегами. Они продолжают мониторить акваторию Каспийского моря. Оперативно-профилактические мероприятия продолжаются с 23 апреля. Изъято 70 метров крючковых снастей. Сегодня, благодаря действующему мораторию на лов биологии шипа, количество морских обитателей постепенно увеличивается. Популяция этих рыб пару лет назад была на грани исчезновения. За указанный период задержано 29 плавательных средств, 230 правонарушителей границы, изъято свыше трех тысяч рыб осетровых пород и привлечены к административной ответственности на сумму 1 миллион 650 тысяч тенге. Очередное потрясение в футбольном мире. Глава FIFA Йозеф Блаттер объявил о своей отставке. Эта новость стала громом среди ясного неба, ведь всего несколько дней назад Блаттер уже в пятый раз переизбрался на пост президента спортивной организации. В ближайшее время пройдут в ней очередные выборы главы FIFA, а пока Блаттер продолжит исполнять свои обязанности, по мнению экспертов, решение было принято под серьезным давлением и критикой из-за коррупции в рядах Футбольной Федерации. Я люблю эту организацию и желаю ей только самого лучшего. Я отдал ей 40 лет, но, несмотря на переизбрание, я не чувствую поддержку во всем футбольном мире, поэтому я объявляю о снятии своих полномочий. А FIFA нуждается в серьезных структурных изменениях. К этому часу у нас все. Ищите новости на сайте хабар.кз. До свидания.